нам снова требуется ваша помощь конечно ваше высокоблагородие чем обязаны захват с аксонии нам дался нелегко но дальше будет еще сложнее вам нужно устранить австрийского генерала через пару дней он будет проходить неподалеку как нам это осуществить есть одна идея здарова холоп не подскажите тут заброшенный храм приветствую вас господин да вам на север что-то тут неладо сэр недавно на эту деревню нападали разбойник они здесь приготовиться надеюсь то зачем мы сюда пришли еще здесь и снова засада что ли вот так надеюсь скоро мы найдем заказчика нападение на нас или он сам найдет нас я забрал тогда уносим ноги что-то здесь нам не рады зачем пожаловать нам нужно обучить солдат навыкам стрельбы значит и золото есть заход золотые можно и больше совсем другое дело теперь вы стали одними из первых егерей великой брусской армии сэр нужна ваша помощь защите селения от острийцев разумеется это отряд который будет вас прикрывать удачи и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 6 мая прусаки нанесли поражение астрийцам и блокировали их в Праге... Сэр, Прага под осадой... Надеюсь, скоро придет помощь... Начать обстрел... Выкурим этих псов... Продолжение следует... Продолжение следует... Ваше Величество, разведка докладывает, силы австрийцев превосходят наши подчисленности, но одежда ей. Тогда примем этот бой с честью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После поражения в битве под Колином, прусские войска начали отступление в Саксонию. Вскоре возникшая в Тюрингии угроза от французов и имперской армии вынуждает Фридриха отступить туда основными силами. Имея с этого момента значительное численное преимущество, австрийцы одержали ряд побед над генералами Фридриха и захват ключевые селезийские крепости. Шведениц... Бориславу... Соро, я неподалеку видел летучий отряд. Боюсь, что это не к добру. В октябре 1757 года австрийскому генералу Хадику удается внезапным налетом летучего отряда на короткое время захватить столицу Пруссии, Берлин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отведя угрозу со стороны французов и цесарцев, Фридрих второй перебросил 40-тысячную армию в Селезию, и 5 декабря состоялась битва при Лейтоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Отдержав победу при ловитине, пруссаками было восстановлено существовавшее в начале года положения скоро они будут моих руках собраться сдавайтесь вам бесполезно сопротивляться